Всем привет! Не виделись буквально несколько дней, а я уже по вам соскучился. Ну и вы по мне наверняка. Вот вы знаете, я размышляю о том, что... Вот вы смотрите меня и думаете, подписываться или не подписываться. Возьмите, не думайте, вот сейчас подпишитесь прямо, чтобы не было потом горько-больно за бесцельно просмотренное время. Да, я буду рад, а вы уже точно будете получать оповещение у моих новых роликов. Вот. Сегодня я буду готовить тушеную капусту. Был один заговорщик, я видел в комментариях, пишет, ребята, проголосуем лайком за тушеную капусту. И там, блин, 100 с лишним лайков. Я сегодня поэтому сгонял на рынок, купил квашеной капусты. Ну, я начну делать, конечно, постный вариант, а потом возьму его и испорчу. Для того, чтобы вы имели возможность, так сказать, и в пост порадовать себя хорошей, вкусной тушеной капустой. Ну, а те, кто не постятся, тем я, соответственно, приберег кое-что мясное. А спонсор у меня Аквафор. Вы уже с ним знакомы. Я еще раз вам напомню. У меня есть вот такие вот классные кувшины, каждый раз разные. Модель этого кувшина называется Орлеон. Цветовые решения разные. Счетчик вот такой вот есть, который считает, когда вам пора менять фильтр. Сам кувшин можно мыть в посудомойке. Удобно открывается, удобно наливается. Когда льете, крышка не открывается. Ну, в общем, кайфушка. Ссылочка на Аквафор в описании. Залезьте на сайт, поглядите. Но вы без меня это все прекрасно знаете. Но на всякий случай, мало ли, вдруг вы там найдете для себя что-то новенькое. Начинается все с простых вещей. С лука. Придется резать так же, как и капуста. Потому что, когда, например, капуста длинными такими нашелкованными штуками, и лук я тоже режу всегда соломкой. Ну, а тут крошево, здесь придется резать кубиком. Придется резать. Сразу же вот сюда. Лука примерно около 200 граммов. 500 граммов капусты. У меня еще есть томатная паста. И обязательно я использую тмин. Итак, начинаю все делать в кастрюльке. Первонаперво постное масло. Растительное. Маслица не жалейте. Как только масло слегка разогрелось, сразу сюда следует отправить лучок. Категорически я запрещаю использовать синий лук, потому что он будет выглядеть, как черные пятна какие-то в капусте. Тушеная капуста должна быть светлая. Никаких черных вкраплений. Лук нужно помешивая, обжаривать, я думаю, что 3-4 минуты, хотя бы, чтобы появился какой-то колер. Чтобы лук стал, ну, наполовину приготовленный. В процессе тушения капусты он потом разойдется, растомится, даст свою сладость. Но, а перед этим, надо его хорошенько обжарить. Тмин. Тмин неотъемлемая часть тушеной капусты. Чайная ложка на полкило капусты примерно. Вот так. Если вы не любите тмин, то кладите его очень-очень мало. По чуть-чуть, по чуть-чуть, вы к нему привыкнете. Слегка тмин в масле прогрели. Теперь сразу же капусту высыпаю. Я знаю, что кто-то добавляет сухое семя укропа. Тоже можно. Кто-то добавляет зиру. Редко, но добавляют. Тмин самое оптимальное. Как только я высыпал капусту, у меня там в пакетике попал туда рассол. Поэтому сейчас какое-то количество времени нужно подождать, чтобы рассол весь ушел. Потом я буду добавлять томатную пасту. Поглядите. Видите, я капусту раздвигаю. Это я так делаю. Мой личный способ, я не знаю, может кто-нибудь так еще делает, а может быть я неправильно делаю. Но мне так нравится, я так делаю уже много-много лет. Вот сюда я выкладываю томатную пасту. Черный перец. Обильно добавляю на томатную пасту, потому что я сейчас ее буду перемешивать. И перец тоже нагреется, отдаст свои ароматы. Я больше в капусту из каких-либо пряностей и специй не добавляю ничего. Теперь осталось только лишь перемешать томатную пасту, как бы обжаривая ее в серединке. Ее нужно немного, обязательно нужно пассеровать, для того, чтобы не было вот этого сырого вкуса помидоров. О, чуть не забыл. И лавровый лист. Я без лаврового листа тушеную капусту не тушу. Как хорошо, что он у меня на подоконнике, всегда перед глазами увидел, все, обязательно нужно добавить. Теперь все перемешиваю. Капуста приобретает вот такой красный оттенок и становится очень красивой. Если капуста молодая, совершенно не квашена, а есть только там легкий аромат, нет кислинки, можно уксуса туда бахнуть. А теперь время пришло воды. Теперь медленный огонь, выравниваем капусту и оставляем ее тушиться на 20 минут. Да, и крышечкой не забудьте накрыть. Через 20 минут, как начала тушиться капуста, ее нужно открыть, попробовать, долить немножко воды, потому что за это время вода уже уйдет. И тушить до состояния, которое вам требуется. И опять же, помешали, посмотрели, влаги у нас нету, да, на дно ничего не стекает. Если не добавлять томатную пасту или добавлять ее там в три раза меньше, то вот эту вот составляющую можно складывать в банки и отправлять в морозилку. Этот приварок будет готов для того, чтобы его использовать в суточные щи. Да, мы помним, что суточные щи не потому, что они их сутки там томят и варят, а потому что от названия суточная норма кипятка, положенная для имщика на станции, на почтовой станции, где он меняет лошадей. И вот этот приварок, который стоял у имщика, вот он такого вида и был. Ну, только что не такой красный, да, я правочку делаю. Именно замороженный, потому что он зимой едет, все, что у него там где-то стоит на облучке или где, у него в ящике, в его с вещами, все замерзает. И когда уже готовая протушенная субстанция капусты и лука еще раз замерзнет намертво, а потом вы ее отварите, там появляется вот эта вот сладость, той, которой не добиться просто обычным способом. Вот, получилась постная история. Если вы поститесь, то используйте вот такую технику для того, чтобы приготовить настоящую тушеную квашеную капусту. Но у меня-то не пост, поэтому у меня есть вот такая штука. Это свиной бекон, но он не копченый, он сырой, сырой обычный бекон. Бекончик сюда отправляем на сковородку. Да что бекончик, это грудинка, просто обычная, настоящая грудинка, только свежая. Без соли, перца. Я когда в магазине увидел, это продукт, конечно, такой, не повсюду он валяется. Соль. Ну вот, примерно, вот видите, уже румяность наступает. Нужно, чтобы бекончик подрумянился. Так, пожарили бекончик до карамельного состояния. Какой красивый аромат. Вот свежий бекон, конечно, дает совершенно иной, никакое копчение, ничего. Все это на досточку. Ну, а капусточку, которая у нас уже готова, все накладываем так, чтобы аж самому было завидно. Ах, божественно! Так, перед тем, как резать лук, его следует помыть. Знаете, что я кощунственно вот так вот нарежу крупными кусками бекон. Теперь перец. Бекон без перца, как деньги на ветер. Ну, и зеленый лучок обязательно. Потому что тот лучок, который есть в капусте, он уже давно иссяк своими силами и ароматами. А зеленого лучка нужно добавлять сюда, не стесняясь. Вот так. Супер капуста получилась. Ну, и, конечно же, нужно попробовать. Перед тем, как пробовать, я, наверное, пожалуй, вот все-таки добавлю того, что вытопилось. Потому что все-таки калорий нужно чуть-чуть больше. Что здесь, какие калории? Только масло и капуста. А бекон тут местами даже хрустящий. Ну, капуста. Ну, вкусно. Блюдо такое повседневное. Без вау-эффекта. Без вау-эффекта. Ну, такое можно есть бесконечно. Все. Вкусно. Понятно. Просто. С изюминкой в виде бекона. Готовьте с удовольствием, дорогие друзья. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.